Привет, друзья! Сегодня очередной выпуск Food Tube with Inna, и мы будем готовить два блюда. Итак, первое блюдо – лопатки. Это украинский суп с мотивами, с венгерскими мотивами. Итак, давайте посмотрим, что он всегда включает. Нам понадобится 3 картофеля, зеленая стручковая фасоль с очищенными кончиками и разрезанная напополам, чтобы получались такие ломтики, которые, в общем-то, поместятся на ложку, и можно будет их удобно кушать. Я использую приправу жареного лука и один буквально маленький лавровый лист, так как я лавровый лист не люблю совсем, но в этом супе практически нет ингредиентов, поэтому для нас очень важно, чтобы в нем был вкус. И последний ингредиент – это сметана. Итак, приступим. Итак, 2,5 литра воды уже в кастрюле. Я ее ставлю на огонь большой. Подсаливаю немного, буквально себе в ладони, вот так. Походу я уже буду пробовать суп и добавлять соль по необходимости. Картофель у меня уже нарезан, почищен и нарезан. Он тоже уходит в кастрюлю. Итак, вот картофель. Я рекомендую картофель резать не очень мелко, так как в супе нету никаких ингредиентов, кроме картофеля и фасоли, то хочется ощущать хотя бы какие-то ингредиенты, поэтому картофель достаточно крупно я режу, но и не мелко. То есть не сильно крупно, но и не мелко. Средние, средние кубики такие. И мы накрываем крышкой и ждем, чтобы закипело. Как только вода закипит с картофелем, я слегка, буквально слегка уменьшаю огонь, закладываю лавровый лист и стручковую фасоль. Вот, что мы будем делать далее, я вам покажу. Вода с картофелем закипела. Значит, что я делаю сейчас? Туда идет лаврушка. Сюда идет маленький контейнер с зеленой стручковой фасолью. Значит, мы все это перемешиваем. И оно продолжает себе вариться. Мы возвращаем сейчас. Это мы будем немножечко пассеровать муку на сухой сковороде. Делать ее немножечко коричневой, слегка-слегка. И потом будем добавлять воду из непосредственно этого нашего супового бульона. Детки, тише, пожалуйста, вы мешаете маме. И будем заливать получившуюся массу в кастрюлю. Для того, чтобы немножечко его загустить. Это рецепт, так сказать, моей свекрови. Кстати, в тот момент, когда мы будем загущать муку с горячей водой, туда же пойдет и сметана в конце. Когда уже будет мука в том состоянии, в котором она нам нужна. И все это вместе пойдет в суп. На этом моменте добавится еще приправа жареного лука. И, в принципе, суп готов. Буквально 5 минут, и он готов. Выключаем. И он стоит полчаса, и он абсолютно уже готов для употребления. Он очень простой. Там нету практически ничего внутри, но он вкусный, сытный. И его уже по специям сами добавлять. Если вам нравятся другие специи, может быть, немножечко более острые, можно даже добавить чили. Но это уже как бы не совсем то. А это по рецепту, в принципе, моей свекрови. Итак, мы разогреваем сотейник. У меня такой сотейничек. Сотейничек у меня идет, давайте будем говорить так, 2 столовые ложки муки. У меня это, в принципе, получается полустакана мерочного. Так, значит, мы берем венчик. И мука нам нужна, чтобы она что делала? Обжаривалась. Чтобы она обжаривалась. Чтобы когда вот с нее начнет идти немножечко дымок, легкий дымок, это значит, что мука вот начинает быть в той кондиции, которая нам нужна. Но мы не должны, обратите внимание, как я и говорила, в луковом супе в своем, она не должна темнеть сильно, коричневой становиться. Потому что, когда она попадет во влажную среду, а то есть смешается с водой, попадет в суп, она будет просто черная. Ну, очень темного цвета. И она будет, ну, сгоревшего невкусно будет. Поэтому мы вот так вот немножечко ее перемешиваем вначале. Просто распределяем ровно по поверхности этого сотейника. И просто даем пусть она греется. И я буду ждать момента, когда пойдет дымок. В момент, когда пойдет дымок, мы вернемся. Значит, это уже начало происходить. И кастрюля, и мука начали нагреваться. Что еще характерно для пшеничной муки обычной, она как будто бы начинает терять влажность свою. Я не знаю, заметила, что она становится тяжелой и как-то собирается в кучу. Как будто в нее попала влага. Вот это то, что происходит. Я уже заметила это не в первый раз. Я не знаю, я не повар и не шеф. Какие процессы в этот момент происходят в муке химической, я не знаю. Но смысл в том, что, скорее всего, начинает влага испаряться. И вот она становится какой-то тяжелой в этот момент. То есть как будто бы мокрая становится. Так, все, мука в прекрасной кондиции. Да, вот прекрасный дымок из нее выходит. Значит, что мы делаем сейчас? Значит, сейчас мы берем мой вирочный стакан. Набираем в него жидкость из супа, который у нас варится. И понемногу, помешивая, вливаем эту жидкость. Вливаем понемногу, потому что все горячее и будет очень сильно стрелять. Вот, поэтому понемногу, по чуть-чуть. Взрыв нам не нужен. Видите, какой пошел дым? И порох, как после взрыва. Вот, и еще нужна жидкость. Так, вливаем. Сейчас уже побольше. Вот так. Вот, вот, вот. Хорошо. И начинаем это все вымешивать. И на очень маленьком огне, для того, чтобы, во-первых, на нас детей не должно быть рядом, чтобы на нас ничего не напшикало, не набулькало, потому что можно обжечься. Видите, какая тут серьезная масса у нас. Обязательно все эти комки нужно вымешать. Когда я делала луковый суп, мама мне подсказала, что, в принципе, можно было в кастрюлю это все вводить, просто изначально через сито перетирать. Можно и так, можно и так. Но так как у меня сейчас сюда пойдет сметана, я не могу уже это сделать. Мне все-таки желательно здесь разбить все эти комки. Смотрите, все прям, все-все до нуля вам не удастся разбить, но основные все, все мелкие комки разойдутся в супе. Но вот в основном, основные комки должны разойтись уже на вот этих вот этапах. Я добавляю еще жидкость. В общей сложности я добавила сюда пол, два стакана. Даже, может быть, немного больше жидкости. Все, этого достаточно. Так, суп у меня тем временем хорошенечко подкипает. Все. Вот это отличное состояние, при котором вот эти мелкие шарики, они не страшны. Абсолютно не страшны. И сюда у нас сейчас пойдет сметана. Сейчас сюда у нас пойдет сметана уже. Значит, сметаны, как говорится, не жалейте. Лишней она в этом супе абсолютно не будет. Вы знаете, даже если нет сметаны, вы можете использовать молоко. Но тогда вам нужно будет на 2 стакана меньше жидкости изначально налить. То есть, если у меня здесь 2,5 литра, то должно быть 2 литра. И пол-литра молока уйдет сюда, в эту жидкость, когда вы будете ее готовить. Я добавлю сюда практически баночку, ну, 250 мл сметаны. Потому что суп у нас должен быть белым. Отличный. Значит, берем сметану и... Ох, упала. Не страшно. Закладываем ее в сотейник. И перемешиваем все эти ингредиенты вместе. Прекрасно. Отлично. Отлично. Нужная консистенция. Все. Здесь можно выключать. И передвигаемся к нашему супу. И так, помешивая все это содержимое, выталкиваем сюда. Здесь же промываем этот веничек. Так. Вот все ингредиенты должны попасть в кастрюлю. Мне жалко. Поэтому я беру лопатку, чтобы мы делали без этих спатул, лопаток. И все, просто все вышкребаем. Вот. Все. Чтобы почти мыть не нужно было. Прекрасные эти спатулочки. Для экономной хозяйки. Так. Все. Она мне понадобится. Вместе с этим сюда погружается приправа жареного лука. Мы хорошенечко все перемешали. Ну что, ребята. Мы перемешали все ингредиенты. У нас он поварился еще 5 минут. Потом постоял еще 10 минут. Вот посмотрите, какой прелестная, однородная масса кремовая у нас получилась. Прелесть. Просто прелесть. Все. Суп готов. Приступаем ко второму блюду. Второе блюдо. Это тушеное мясо. Мясо вы можете брать абсолютно любое. Кто хочет свинину, кто хочет говядину, кто хочет, я не знаю, курятину. Но именно я взяла говяжье мясо. Это второй кусок, который я брала из кост. Кто не видел, посмотрите выпуск, который я прикреплю к этому видео в описании. В описании к этому видео. Я уже нарезала крупными кубиками мясо. Почистила две луковицы. Все это погрузила в кост. Итак, вот наши кубики мяса. Две луковички маленькие, которые я вытащу затем. Значит, я напоминаю, это будет подлива мясная, картофелю, пюре, каши, к рису, к макаронам. К чему вам угодно. Значит, я наливаю сейчас сюда литр жидкости. Налили литр жидкости. Теперь я только солю. Как раз мясо покрылось, да? Я солю. Вот одна горсточка. И вторая горсточка. Вместе это одна столовая ложка. Чтобы не было никаких сомнений, что здесь по-другому как-то. Все. И мы сейчас, что делаем? Мы просто даем этому мясу закипеть. Как только оно начинает подкипать, мы снимем с него шумовочкой всю накипь. И потом будем смотреть, что я буду делать. Блюдо незамысловатое. Готовится оно, в принципе, для идеала 2 часа. Ну, я думаю, что у меня возьмет где-то часа полтора. Значит, мясу мы даем закипеть, как я сказала. После закипания, на тот момент, что мы уже снимем шумовочкой всю накипь, ничего для нас не меняется. Мы просто переводим на маленькое кипение, на маленький, на средний огонь. И мы даем этому мясу тушиться практически час. Вот в этой жидкости, которую мы залили, да, в собственном соку, так сказать, практически. И уже только спустя час я добавлю приправу. Не приправу, а соус маринара, который я тоже покупала как-то в костках. И все. И потом еще это будет делаться полчаса где-то вместе. За тот момент, как после того, как я добавлю маринару и полчаса, оно вместе будет дружиться, я сделаю гарнир, например, рис или картофель. Скорее всего, рис. А может быть и картофель, не знаю. В общем-то, это все. Достаточно быстро. Я думаю, что на следующей неделе в выпуске Food Tube with Inna мы с вами приготовим украинское блюдо. Я как раз в костках куплю грибочки, и мы это сделаем. А делать мы будем кнедлыки, которые не совсем украинские, они и чешские больше. Но на Украину тоже они пришли в свое время. И мы будем делать картофельные кнедлыки с очень вкусной мочанкой. Все, пошли ждать, пошли ждать, пока все приготовится. Так, все, пока у меня мясо делается, я делаю рис. Я сначала его обжариваю в масле, но не в большом количестве. Солю. Какие там приправы кто хочет. Но я его делаю как бы белым простым и заливаю водичкой холодной. Обычно я делаю один к двум. И сверху как бы добавочка. Итак, у нас ужин приготовления подходит к концу. Первый уже покушали. Супчик уже перекусили. Рис уже готов. Он уже настаивается на выключенной конфорке. И у нас осталось мясо. Наше красивое мясо. Итак, значит, пришло время. Я беру маринару. Значит, прежде чем я сюда залью маринару, я вытаскиваю эти луковицы. Они нам больше не понадобятся. Я их удаляю, потому что, как я и говорила ранее, в других блюдах, которых я готовила, лук потом уже, когда постоит на второй день, вообще дает абсолютно ненужный вкус. И даже не совсем приятный, я бы сказала, любому блюду. И супу, и мясным подливам. Если мы говорим о вареном луке. Я не говорю, естественно, о зажарках. Я беру мерочный кап, который у меня есть. И мерочный кап, у меня здесь на одну чашку, заливаю две чашки соуса. Две. Никто не сказал, что это обязательно нужно делать только с маринарой. Это можно делать абсолютно с любыми томатами. Можно с томатами, которые порезанные, просто измельченные. Можно с томатной пастой, можно вообще с любым другим соусом. Это все абсолютно на ваше усмотрение. Перемешиваем. Оно получается достаточно жидкое. Это не будет густая. Я не буду ее ничем загущать. Вот. Просто томат. Пробую на соль. Потому что я и посолила, плюс сама маринара по себе тоже уже содержит соль. Кто любит остренькое, можно добавить немножечко чили. Но я не буду добавлять, потому что маринара сама по себе уже содержит такую легкую остринку, кислинку. То есть абсолютно достаточно всех вкусов. Я закрываю кастрюлю и выставляю таймер еще на полчаса. И через полчаса уже можно будет пробовать это вкуснейшее блюдо. Ну что, еда готова. Времени осталось 2 минуты. Я выключаю шарманку. Рис готов, мясо готово. Приятного аппетита. Еще винду. Молодец, внучка. Рис готов, мясо готово. Рис готов, мясо готово.